Загляни в лавкорповедон.ком, закажи услугу в Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Всем привет, ребятки! С вами Нитрич и играем мы в Black Desert Online. Сегодня мы разберем Мэгу после реворка, после всех балансов, которые на нас свалились по снижению, по уклонению, по скорости передвижения, скорости атаки. Вот это все-все-все. После этого получается, что у нас сейчас творится с Мэгу в PvE и в PvP. Какие сейчас скиллы используются на фарме, какие скиллы сейчас используются в PvP, какие билды я использую, на уклоне или на снижение нужно Мэгу одевать, что в PvP, что в PvE. Все это обсудим. Ну а прежде чем начать, я бы хотел сказать, что у нас на бусти выходят статьи. Сейчас патрон Либерти, новости пишем, а также выпускаем какие-нибудь полезные гайдики. Вы можете здесь их наблюдать. Также по BDO у нас есть шпаргалка для новичков, есть статьи на бусти. К примеру, сейчас из последних статей в Ульфе писала по подготовке на пушки бога. Что необходимо, какая будет заточка, что будет давать, какие фейлы надо заготовить и с каких фейлов будет заходить, с каким процентом. Также у нас здесь есть на главной странице подписки. Можете выбрать для себя любую, какая вам больше нравится. С подарочками есть даже подписки, обратите внимание, и с заданиями для нас. Ну а это список наших бустеров. Спасибо вам, ребята, огромное за поддержку нашего канала. Начнем мы с PvE. Пришел я уже на спот. Как всегда, это мои любимые тунеры. Я думаю, мы потестим их, а потом перейдем в гайфу на более легкие. Что касается гира. Гир у меня вот такой, то есть 3 деборики, которые дают дополнительный урон. Плюс сейчас на мне работает баф от осады на 15 урона. Приходите, кстати, на осады ко мне в кпшку участвовать. Пишите в дискорде, если кто хочет. Следующее. Стоят у меня реликвии. Как всегда, минус защита, плюс урон и крит урон. Теперь давайте по пробуждению навыков. Сначала даю вперед Q, что дает мне за баф урон так спину и крит урон персонажа. Затем нажимаю пробел, что дает урон по монстрам, скорость атаки, плюс сам пробел дает 10 атаки. И нажимаю ПКМ, что дает дебаф с самого скилла и отсюда же вся защита противника минус 20 и себя забафаю на плюс 20 защиты. Затем зажимаю назад ЛКМ. Назад ЛКМ сам себя отхиливает, плюс стою в блоке, дамажу, плюс бафаю шанс крит удара. Назад ЛКМ бафается, чтобы шанс крит удара был больше и дамажить больше. И тут же еще бафаю себе урон атак понизу. После назад ЛКМа нажимаю Shift ЛКМ, что дает срезку после назад ЛКМа и ребафает мне скорость атаки и урон по монстрам. После этого добавляю Shift Q и потом вперед ПКМом прокручиваюсь в спину моба, перебафаю себе крит урон и урон атак в спину и ставлю либо Shift F, либо Shift ПКМ, смотря что в КД. На один парик Shift F, на второй парик Shift ПКМ. И так по очереди. Теперь перейдем непосредственно к самой практике. Сейчас сначала парики будут убиваться без Ешки и без ульты. Поэтому будут, по идее, убирать медленней. Почему поставил, допустим, на вперед Q врыв? Потому что удобнее перемещаться между париками. Сейчас это вы увидите. Вот, к примеру, отсюда просто вперед Q нажал и опять забафался. Сейчас будет более дальнее расстояние и вы увидите, что вперед Q довольно-таки удобная штукенция. На вперед F летим и опять нажали вперед Q. И он быстро опять к цели сближается. Также вы можете обратить внимание, что я передвигаюсь еще вперед E. Допустим, я нажал вперед E, вперед Q. То есть нету никакой задержки, что после вперед E, вперед Q быстро кастуется, что после вбок ПКМа, вперед Q быстро кастуется. Обратите на это внимание. Это вам даст дополнительная скорость передвижения между пачками. Также вы можете с вперед F, допустим, подлетел, нажал вперед Q, ворвался и опять ты под забафом и преодолел большую дистанцию. Далее, на что еще обратить внимание при фарме на мэгу. Во-первых, она супер тонкая, поэтому под уроном не нужно стоять, только если мы кастуем скиллы с блоком. Во-вторых, когда, допустим, мы прокатываемся вперед ПКМом, нам нужно попасть в зеленого моба еще под конец. То есть мы начали прокатку и далеко от него не уезжайте, чтобы последние иксы его зацепили. Дальше, когда, допустим, у нас Shift-F в КД, вот как сейчас он в КД, мне надо поставить будет Shift-ПКМ. Нужно будет встать так, чтобы попасть по всем и попадать по зеленому мобу. Если у нас мобы не добились, то есть мы их не добили, они живы, у нас есть на зацеп. Как это работает? Сейчас специально оставлю хп парику, чтобы на зацеп вам добить. Вот. И у вас опять вылетает там 4 скилла. Давайте лучше вот на этом парике. И пошел на ЗАТФ. Легко добивает. ЗАТФ очень дамажный скилл, поэтому добивайте им. Если что, можете добавить еще Shift-C. То есть, допустим, мы делаем так, 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 прокатываемся, Shift-C и на ЗАТФ добиваем. Но не забывайте, что радиус вправо-влево у него не очень большой. В основном дамажит перед собой. То есть, в принципе, я даже и Shift-PKM-то сейчас не ставил, а просто за ЗАТФом добивал мобов. Теперь давайте посмотрим скорость убийства, когда заюзана ульта. Ну и вот, смотрите. Бам, бам. Видите, как я передвигаюсь? Обратите на это внимание, и будет вам проще играть на мебо. Бам, бам, бам. И опять. То есть, бок ПКМ, вперед Е. Это у вас для передвижения. Ну вот, как вы сейчас видели, назад F не во всех мобов попал, и последний моб выжил. Поэтому Shift-PKM лучше поставить, проще всего. Вот такая несложная комбинация. В принципе, мы все проговорили. И добавляйте, у кого мало атаки. Давайте сейчас теперь я атаку просто понижу, чтобы было видно, что можно добавить. Давайте вот так серьезно порежем. 288, это прям, ну, сейчас, по идее, должно быть тяжело, плюс нету ульты. То есть, я дал Shift-C, потом Shift-F. И назад F-ом добиваю. Еще раз. Пробел ПКМ, назад ЛКМ, Shift-ЛКМ, Shift-Q, вперед ПКМ он прошел, поставил Shift-F. Назад F-ом добиваем. Ну, тяжеловато, да, с такой атакой? Ну, навряд ли кто-то попрется с такой атакой, как у меня сейчас сюда. Плюс, если у вас будет мало атаки, у вас будет мало защиты. Ну, тут, в принципе, назад ЛКМом можно добивать парики. Даже вот с такой атакой, в принципе, можно фармить, как видите. Так, теперь давайте перенесемся в Гайфу и посмотрим, как она вообще себя чувствует на более слабеньких спотах и ваншотает ли она там. Ну, вот и добрались до Гайферанси. Ребятки, кстати, если вдруг кому-то нужна помощь, пополнить счет, купить игру, там, Steam перенести, либо какая-то оплата в интернете не проходит, Google Play, Apple Play, что-то заказать, в общем, неважно что, обращайтесь к Вульфе в Дискорде, в Телеграме, ВК. Она постарается вам подсказать, как это можно сделать, либо поможет сама. Смотрите, я переодел, поставил Карнаки, поставил Реликвии, урон по Камасильвии, затем перебафал себе одну баночку на урон по Камасильвии вместо урон по Айнам. Ну и таким образом подготовился к этому споту. Сейчас я забафаюсь, перешел на обед, который у нас дает крит-урон, вместо доп-урона по монстрам, потому что здесь кап быстро набирается. По поводу капов, ингрустаций, световые камни, бафы, Реликвии, это вы все найдете на бусти, в шпаргалке, все в одном месте. Для новичков очень полезно, обратите на это внимание. Единственное, что я не менял свою комбинацию, то есть мы можем начинать как сперед ПКМа, так, в принципе, и с любого другого скилла. То есть, допустим, подойти сзади, нажать пробел ПКМ и уже забафаться с них. Либо мы будем начинать сперед к Ю, то есть здесь вот этот урон атак в спину и крит-урон персонажа, его можно переставить, либо на пробел, либо на ПКМ. Потому что для Туннры удобно начинать с этого, а здесь можно просто за спину подходить и начинать с какого-то скилла, который будет сблизи, а не лететь как сейчас. Ну, я сейчас продемонстрирую, может быть, вам будет удобно. Смотрите сами. То есть вам необходимо будет поменять вот этот скилл на любой другой скилл, допустим, на назад Е. Может, с него будете начинать. Чтобы главное забафать вот этот вот урон. Итак, все вроде пробафано. Давайте пробовать, что тут будет по ДПСу. Та же самая пока комбинация. Тут, скорее всего, надо будет в любом случае добавлять назад С, чтобы побыстрее мабы умирали. Сразу у меня резнула селитка. Ну и не забываем, чтобы населитка не покромсала, сразу убиваем мага. Как видите, здесь ульта накапливается просто божественно. Я буквально только начал бить мобов, а у меня уже 70%. Так, ну вот, красный моб. Поехали. Успевает он повернуться, но я сейчас без зетки, без всего. Да, тут, наверное, самое будет удобное. Это на вбок ЛКМ поставить морфы. Вбок ЛКМ морфы на крит. То есть, которые у меня на вперед Q. Перенести на вбок ЛКМ. И вы будете делать следующее. Вбок ЛКМ, пробел, ПКМ. Назад ЛКМ. Shift-Q, shift. Так, shift-ЛКМ, shift-Q. И тут уже добиваем либо shift-F, либо shift-ПКМ. Давайте снова. То есть, вбок ЛКМ, пробел, ПКМ. Назад ЛКМ, shift-ЛКМ, shift-Q. Вперед ПКМ. И тут у меня ульта пошла. Его размозжило. Ну, понятно, да, что при такой атаке, в принципе, очень легко формиться спот. Особенно вперед ПКМ заходит за спину идеально. Давайте теперь снизим атаку. К примеру, сюда можно уже ходить, начинать в 280+. То есть, в 286 довольно уже будет здесь комфортно. У меня сейчас 297. Так, как бы так мне сбавить-то? Ну, ладно, давайте 277 попробуем. У меня все-таки карнаки стоят. Там вот это все дело. Так, а какой моб? Я моба забыл. А, ну все, я угадал. Нормально, это тот моб. Ну, как видите, в принципе, с моим забафом даже в 277 атаки монстр улетает. Но, сейчас закончится ульта. И мы как раз подамажим самого жирного. Жирный поворачивается. При этом у него остается 30% хп. Но я забыл дать Shift-C. Давайте все по новой. Забафаем себе крит. Дебафнули. Назад ЛКМ. Shift-ЛКМ. Shift-Q. Вперед ПКМ. Shift-F. И можно добавить Shift-C в конце. Нормально умирают. Еще раз. Забафали крит. ПКМ. Назад ЛКМ. Shift-ЛКМ. Shift-Q. Вперед ПКМ. Видите, как я даю вперед ПКМ? То есть я кручусь за спиной у него по кругу. Так, ну, в принципе, вы все видели. Гир у меня, конечно, большой. Урона по монстрам дофигища разгоняется. Плюс Карнаки. Урон по Камасильеве, да, если порог не преодолеваем. Ну, фармить можно. И удобно то, что у Мегу большие масухи. И вы задеваете всех мобов. Еще раз напомню, что вы этот скилл поменяете на вбок ЛКМ. Просто будете подходить за спину мобу. И сюда поставите урон в спину и крит персонажа. Бок ЛКМ. Пробел ПКМ. Назад ЛКМ. Shift-ЛКМ. Shift-Q. Вперед ПКМ. Shift-C, Shift-F. Либо Shift-C, Shift-ПКМ. Но, я думаю, Shift-F будет откатываться каждые 9 секунд. В принципе, он как раз успеет. Что от одного босса к другому боссу. И вы будете давать постоянно Shift-F без Shift-ПКМ. Как-то так. Ну, а прежде чем перейти к ПВП. Хотел бы вам порекомендовать мой чай. Здесь вы найдете огромный выбор чаев. Из разных стран. По бюджетным и премиальным ценам. Лично я пью зеленый грузинский. Вы на стримах, наверное, уже наслышаны. Он отлично бодрит. И у меня нет таких проблем, как после употребления кофе. С сердцебиением. Ну и чай это отличный подарок, если не знаешь, что подарить другу. Спускайтесь прямо сейчас под видео. Переходите по ссылочке, которая там указана. И у вас будет 10% скидка на первый заказ. А мы продолжаем. Давайте начнем сразу же с вещей, которые на мне одеты. Расскажу по порядку, почему именно такой сетап. И почему всего лишь 305 атаки. Во-первых, когда уже мы достигаем капа, то здесь можно от деборик колец получить 309. Если поставить 2 кольца и у вас будет ожерелье, то это будет бонус еще в 12 урона от 3 предметов деборики. Ну и будет набираться 309. Почему именно такие вещи? Давайте по порядку. Во-первых, что перчатки, что сапоги, это все у нас идет уклонение. Броня у нас идет стандартная, что на снижение, что на уклонение. Кольца. И получается у меня здесь 305 атаки. Если кольца добить плюс 5 деборики, то будет 309 преодолен кап. Получите дополнительный бонус атаки. И как видите, 3 деборики дают 12 урона еще дополнительного. То есть нужно к этому стремиться. Почему такой шлем? Потому что он дает больше уклонения, нежели шлем лабрескаса. Причем, что он у меня третий. Смотрим. Разница в показателе уклонения будет 1257. То есть я теряю 22 уклона, если не поставлю джерос. Либо это какой-то другой шлем золотой на закофрашенный на 20 уровень. То есть вы сами не обязательно его ставить. Побегайте в боги, ничего страшного. Дальше кентавр, если мы хотим выживать 100% ставим кентавра. Так как показатель уклонения здесь 60. Это очень много. Плюс он нам дает еще бонус по защите. Он добавляет 20. И здесь по таблице прибавляется чуть-чуть снижение. Реликвии стоят на уклонение. Внутри световые камни тоже стоят на уклонение. В общем полный фарш на уклон. И таким образом без забафа получается 1257. Единственное что на мне сейчас лежит это все уклонение из дома лани. Вы можете тоже его пробафать. Теперь по камням инкрустации. Чтобы наносить хотя бы немного урона всяким гигантам, стражам, драканиям и прочим. Стоят камни на по 10 атаки по людям. Которые работают в обход снижения. 2 камня по 7 и скорость атаки. 4 камня на уклонение и хп. 2 камня на хп, потому что дают очень большое количество. 1 камень на меткость. Но скорее всего тут я его поставил, чтобы контроли проходили. Больше из-за этого, чем из-за меткости. Но меткость тоже не повредит, потому что много кто бегает в уклоне. Поэтому в совокупности 2 показателя отлично здесь подходят. Дальше 2 камня на уклонение. И еще 1 камень хета на уклонение. Ну и криты. Стандартная штукенция. Тем более для мегук. Потому что многие скиллы, которыми ты дамажишь со 100% шансом крит удара. Так, шмот мы разобрали. Давайте теперь перед тем, как перейдем к комбинациям к каким-то фишкам. Я вам расскажу про забафы. Что именно я использую и что работает, а что нет. Поехали. Сейчас на мне забафано все уклонение. Плюс шмот я вам показал. Инкрустацию показал. И у меня выходит 1257 уклона. Так вот, 1200 уклона это только выживание на ноге. Если вы разгоняете под 1300, вы можете иногда упасть. Но если у человека дофигища бижутерии одета на меткость, плюс он забафался на меткость, 1300 даже может не помочь. Особенно если это быстрый класс, который выдает очень много урона типа ДК наследный, какой-нибудь ниндзя на вас там фул комбу, если он будет в меткости даст. В общем, вы можете быстро рассыпаться. Но, если вы собираете под 1300 уклона, вы прям очень жирненький. Прям очень жирненький. Почему еще собираем, допустим, уклонение, а не снижение? Во-первых, нету ни одного скилла, которым бы мы могли накладывать на себя плюс 20 защиты. Или плюс 40, как это у некоторых классов. К примеру, у гиганта, да, который я делал видос. Далее. Здесь пассивка у мэгу качается на уклонение, что дает нам приоритет, что собираемся именно в уклон. Конечно, нужно использовать забафы и тому так далее подобное, но помимо всего этого, ну забафы я имею в виду с пробужденных навыков, нам нужны банки алхимии. Стандартный набор всяких дамажных банок, хп регенов и прочего, потому что мы дамажим по толпе, мы отлично отхиливаемся и обязательно разгоняем дальше уклонение. Все уклонение плюс 12 и плюс обязательно едим бальзам чара, который дает 25 уклонения и много хп, а также скорость передвижения. И таким образом, если мы все это забафаем, у нас получится показатель уклонения следующий, ну и плюс показатель хп. Но не забываем, что у меня еще есть, допустим, дракон, которого я могу вызвать, про хп я делал отдельный видос, вы можете посмотреть. На бусте, кстати, в шпаргалке он тоже есть. Ну плюс кентавр дает хп. Но здесь, конечно же, надо поставить в любом случае деборики, чтобы было 309 атаки. И таким образом мы выходим под 1300. Плюс, если мы ударим и получим 5% уклонения, у нас увеличится этот показатель. Ну и плюс, если мы будем дебафать, чтобы по нам промахивались. И при таком показателе уже, да, можно изредка падать. На арене крови, либо вы деретесь с кем-то в миру. Но не забывайте, что, конечно же, у вас разгон меткости никакой. То есть, если какой-то класс будет с вами драться в уклоне, вы также друг друга не будете пробивать. Там уже будет кто кого замучает. Игра такая. Ну и также у вас не супер большой урон по людям. Потому что у вас есть баф на 15 урона по людям. У вас есть 2 камня 20 урона по людям. 2 камня 14 урона по людям получается. И алхимка. Здесь тоже урон по людям небольшой есть. Ну и все. Остальные камни не поставлены. А их там еще 2 по 8. Ну 2 по 8. Остальные такие мало дают. Ну порой получается 16. И реликов со световыми камнями на урон по людям нет. Поэтому каких-нибудь гигантов вы точно шотать и быстро убивать не будете. Но при этом будете жить и постоянно дамажить, дамажить, давить, 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 контролить, контролить, контролить. Вот в этом заключается класс. Так, с этим разобрались. Теперь давайте по поводу пробуждения навыков. И потом уже перейдем непосредственно к самим скиллам. И расскажу как что кастуется. Пробуждение навыков решил сделать следующим образом. Почему поставил на Shift LKM скорость атаки и крит урон персонажа. Потому что вы с этого скилла можете пострелять на дистанции. Допустим если вы стоите наверху, а мне нужно спускаться. Вы хотя бы бафните себе скорость атаки и крит урон. И будете дальше заливать назад LKM. И либо в бок LKM пробел. В бок LKM пробел спамит. Дальше. ПКМ для чего нужен. Для того чтобы перебафаться на скорость передвижения. Потому что у нас будут работать от скорости передвижения наши блинки. Ну и вообще все будет быстрее. Минус защита как на самом скилле, так и в пробуждении навыка. Плюс этот скилл дамажит. Причем нормально так дамажит. На Shift LKM поставил общий коэффициент уклонения. 20 на 25 секунд 5%. Чтобы скилл откатывать в 17 мы его постоянно будем обновлять. Каждые 17 секунд у нас опять по 25. Именно решил сюда поставить. Чтобы не париться по другим скиллам по поводу бафа на уклон. Также пока мы стоим кастуем на месте Shift F. В нас будут залетать скиллы и подходить люди. И вот чтобы эти люди больше промахивались. Поставил им порезку на 5% меткости. Именно чтобы они по мне промахивались. То есть у них срезать меткость. Дальше идет вперед Е. С этого скилла очень часто начинаем. Этим скиллом также еще и в середине камебы пользуемся. Сейчас покажу. Поэтому сюда поставил доп урон люди и скорость атаки. Так как мы допустим в определенных ситуациях не можем начать дальними скиллами. Некогда либо гонимся за рейндж классом. Нам нужно перебафить скорость атаки. Ну и поставить его в стан вперед Е. Ну либо назад Е. Назад ЛКМ поставил восстановление и шанс крит удара. Шанс крит удара нам будет разбафовать на тот же ПКМ. Вперед ПКМ. Вперед Е. Там нету шанс крит удара 100%. Поэтому назад ЛКМ мы нажали. Бафнули шанс крит ударом. Восстановили ХП. Плюс от самого скилла идет восстановление ХП. И плюс мы стоим в блоке. То есть нам ничего не грозит. Дальше что? Дальше идет вперед ПКМ. В принципе это наша ульта. Плюс когда мы допустим назад Е впрыгнули за спину врагу. Мы начинаем крутиться вокруг него. Либо просто постоять в устойчивости. Либо персонаж когда лежит на земле. Можем перебафать себе крит урон. Который у нас стоит вот здесь на шифт ЛКМ. Но мы можем просто его не использовать. Потому что драка будет допустим очень плотная. И некогда будет скиллы нажимать с окнами. Некогда. Тут видите окно. Ничего нет ни блока неустойчивости. Поэтому перебаф вперед ПКМ. И врыв вперед ПКМ нам дает скорость атаки. И опять же проявляет крит урон. Теперь как это все выглядит на практике. К примеру если мы стоим на какой-то возвышенности. То у нас есть назад ЛКМ. После назад ЛКМ а шифт ЛКМ быстрее кастуется. И таким образом мы забафаем себе крит урон. Скорость атаки. Ну и шанс крит удара. Теперь что после этого можно сделать. Когда мы все это бафнули. Мы можем поспамить в бок ЛКМ пробел. Во-первых у нас не тратится стамина. Во-вторых это самая быстрая заливка урона издалека. И отличный урон по площади. Как видите если даже бить посередине. Мы задеваем обоих противников. Что справа что слева. То есть круг в принципе получается. Ну вот такой вот огромный. Поэтому мы снова перебафаем шифт ЛКМ. И опять добавляем в бок ЛКМ пробел. Обратите внимание что можно просто зажимать. И будет вот такая стрельба. Но эта стрельба дамажит незначительно. Плюс она просто для передвижения. Чтобы допустим двигаться от милишника. Но не спасет от ранжевика. Как в принципе и в бок ЛКМ пробел. Тоже не спасет от ранжевика. Но если вас не заметили. Самое эффективное будет пострелять сбоку по толпе. Либо в соло игрока. Либо там я не знаю небольшую группу. Это все таки пробелами. И не потерять стамину. Для того чтобы потом дальше передвигаться. Следующие мувы которые я заметил. Которые Мэгу не используют. Тут у нас не полный гайд скажем так. А просто я даю советы. На что обратить внимание. Это слишком мало люди отхиливаются. И используют на ЗЛКМ. Прямо в близкой дистанции. То есть в принципе то вам ничего не грозит. Если вы допустим будете мансить вокруг цели. И если что сразу нажать в бок ПКМ. В бок ПКМ тоже недооценен игроками. Потому что с этого скилла ты во первых ты можешь себе прерывать любой скилл. И передвигаться с неуяза на устойчивость. То есть в бок ПКМ нам дает неуяз. И потом просто блинками. В неуязе устойчивости опять снова попередвигаться. Ну на ЗЛКМ все понятно. Да с этим хорошо. Он нас отхиливает. Крутой скилл. Также у нас есть крутой скилл для отхила. Это на ЗАТФ. На ЗАТФ продлевается Рабамой. Сейчас я вам продемонстрирую. Многие не знают. Особенно новички. Если вы зажали на ЗАТФ. И потом когда улетите в цель. У вас кастуется аж 4 скилла. Один из них. Этих скиллов. У вас в КД уходит Рабама. Которая наносит дополнительный урон. Вот. И при этом сам на ЗАТФ отхиливает вас. От того что вы наносите первые иксы. Сразу же похилитесь. Здесь на нем написано что он восстанавливает 100 хп за каждое попадание. То есть у нас уже назад ЛКМ. Назад Ф. И дальше пошли ШИВТ С. ШИВТ С отлично отхил. Особенно по многочисленным целям. Потому что он 167 хп за попадание. Плюс вы находитесь в устойчивости. То есть шикарно можно похилиться. Тут еще есть такой спорный момент. Насчет поставить отхил на ШИВТ С. Потому что он бьет по площади. Задевает много целей. В принципе вы можете об этом подумать. И поставить сюда допустим вместо дебафа. Общего коэффициента меткости противника. Поставить еще отхил. По 35 хп. Как это сделано у меня на ЗАТЛКМ. Так с отхилами разобрались да? Назад ЛКМ. Назад Ф. ШИВТ С. Поехали дальше. ПКМ. Довольно мало кто использует. И в определенных моментах скажем так. ПКМ необходим чтобы продебафать врага. И так же нанести урон. Если к примеру вы законтролили цель. То вам придется этот ПКМ давать в законтроленную цель. И терять время. Вам ничего не стоит к примеру крутиться вокруг цели. И в этот момент дать ПКМ. Либо после блинка на вашего самона. Либо просто нажать ПКМ. Это во первых. Во вторых ПКМ можно давать после того. К примеру вы нажали ШИВТ ПКМ. Поставили в стан. Сбросили. Дали ШИВТ КЮ. Все упали. И вы здесь уже начинаете заливать после ПКМ. ПКМ уже минус защиту положили. Также ПКМ вам дает находиться в устойчивости. Небольшой промежуток времени. Обратите на это внимание тоже. Отличный способ оставаться постоянно. Так сказать неуловимым. Это оставлять в бок ЛКМ за собой. Вашего самона. Вашего двойника. Почему в бок ЛКМ. А не допустим там вперед Е только оставляет. Или вперед Q. Во первых нажимая вперед Е. Вы будете проходить сквозь игрока. И таким образом он вас может застанеть. Потому что он окажется сзади вас. И в спину вам прилетит контроль. Почему не вперед Q. Потому что там есть окно. Вперед Q лучше давать. Когда вы точно знаете. Что вы разорвете дистанцию. И вас никто не законтролит. И вы оставите за собой самона. А потом когда человек за вами побежит. Вы на него телепортнетесь. И уже будете наносить урон и контроль ему в спину. Так вот. Почему именно в бок ЛКМ. Потому что все идет под вашим контролем. Вы видите цель. Она перед вами. Вы кружите вокруг нее. Запросто да. И при этом находитесь в блоке. И оставляете самона. После того как вы его оставили. Вы видите куда движется цель. И вы уже определяетесь. Телепортируется вам на самона или нет. Обратите на это внимание. Это ну прям очень важный фактор. Скажем так. И даже просто вы можете допустим. Как двигаться вот таким образом. Я все время находился в блоке. И оказался за спиной врага. Далее. Что по самой комбинации. Какая комбинация считается одной из самых дамажных. И так далее. Если вы все таки оставили самона. И телепортнулись на него. То Shift ЛКМом вы подбросите цель. Затем. Если она недалеко. Вы можете ее продебафать ПКМом. Затем продлить Shift Q. Это будет уже нокдаун. Если цель вы законтролили вдалеке. Вы можете подойти вот таким образом. Дебаф. И потом отсюда пойти вот так. Давайте все снова. Я еще раз покажу. К примеру. Вы начали с назад ЛКМа. Что дало вам баф. Оставили за собой самона. Цель за вами гонится. Телепортнулись. Дали Shift ЛКМ. Прыгнули на нее назад Ф. Продвели Shift Q. Дали дебаф с ПКМа. Затем прошли вперед ПКМ. И дали Shift F. Тут она уже встает. Тут нужно будет уже. Когда она захочет встать и дать вам захват. Нужно будет заевейдить вбок ПКМом. Чтобы вы были в неуязи. Дальше. Какой самый быстрый способ для ухода из ПВП. Это как всегда у нас вперед Кью. И куда-нибудь за стенку. И за дерево. И тому так далее подобное. Но также имеются простые способы. По типу. Вбок ПКМ. Блинк. Назад Е. И просто начать блинкаться назад. Самые быстрые блинки которые она делает с Shift. Они находятся именно Shift назад. То есть мы таким образом можем быстренько разорвать дистанцию. И при этом смотрим на врага. Что касается врывов. Врывов у нас есть несколько. Мы можем начать вперед Эфа. Что даст нам сократить дистанцию прямо до цели. А потом нам нужно будет что-то сделать. Как-то дать контроль и тому так далее подобное. К примеру. Если у нас цель находится в этой точке. И мы должны как-то неожиданно на нее напасть. К примеру. Вот отсюда. То лучше это делать как? Лететь к ней. А затем перейти на вперед Е. Чтобы дать уже ей стан. И при этом находиться в блоке. Смотря на нее. Если стан пройдет. То соответственно мы можем уже продолжить здесь Shift-Q нокдауном. Потому что уже было оглушение. Либо если мы сделали все быстро. И находимся рядом с ней. Мы можем дать ПКМ с дебафом. И потом только уже давать нокдаун. И производить дальше комбо. В принципе она стандартная. То есть вы можете нажать опять же вперед ПКМ. Shift-F. Либо Shift-C, Shift-F. Дальше что? Это что касается первого врыва. Который вы можете делать. Следующий врыв это у нас идет вперед Q. Но он довольно опасный. Потому что вы 100% должны понимать. Что вас не видели. То есть к примеру следующим образом. Если здесь бы был проход. То вы бы здесь к примеру облетели. Дальше вы взближаетесь быстро. И вы уже здесь. Видели? Я сейчас сначала кинул вперед Е. А потом нажал вперед Q. У вперед Е дистанция большая. То есть вы облетает сбоку на вперед ТЭФе. Уже отсюда кидаете вперед Е. Заходите стальным целям вперед Q. И добавляете допустим сюда вперед ПКМ. Что даст поставить ульту. Это раз. Если у вас нет ульты. То вы после вперед Q. Можете поставить сразу же стан. Shift-ПКМ. Но еще раз повторюсь. Вперед Q. Врыв использовать только тогда. Когда вы 100% уверены. Что все это будет неожиданно. Ну и перед конечно врывом. Нам необходимо забафать энергия души. И поднять себе Ешкой ХП. Так. Теперь у нас по Рабамам. Что касается Рабам. Мы используем одну Рабаму на отхил. Которая нам восстанавливает 250 ХП каждые 2 секунды 4 раза. То есть косарь. Дальше что? Мы используем назад Ф. Который я уже рассказывал. Вот он призрачные оковы. Когда дается 4 скилла у вас уходит в КД. Вот они 4 скилла. И вы нормально так продамажите цель. Которая от вас допустим убегает. Ну вообще не важно что эта цель делает. Потому что даже если она тупо стоит на месте. Вы можете здесь быть в устойчивости. Далее Рабама идет у нас с блоком спереди. Когда вы уже совсем потратили все скиллы. И хотите подефаться. Допустим вот так можно перейти. И как видите все время я нахожусь в блоке. Что рейнджевики меня не дамажат. Или не контролят. Что милишники какие-то вблизи скиллы закидывают. Не дамажат. Ну и в принципе все. И не забывайте про то что если вдруг запутались. Вы можете нажать назад ПКМ. Находиться долго в устойчивости. Так. С этим пожалуй все. Рабамы мы рассмотрели. По поводу скиллов тоже какие-то фишки подсказал. Которыми сам пользуюсь. Ну остальное в принципе работает по стандарту. Пишите ребята в комментариях насколько вам был полезен видос. Нашли ли вы для себя что-то новое. Пишите какие классы хотели бы видеть. И как вам вообще формат. Что бы вы хотели еще дополнительно видеть или слышать в этом формате. Спасибо что смотрели. Обязательно поставьте лайк. Чтобы видео улетело в космос. Конечно же поделитесь с друзьями. Кто играет на мегу. Вот. Подписывайтесь на наши социальные сети. Если вдруг какие-то вопросы пишите мне в Ульфе. Также у нас в Дискорде есть ребята. Всегда могут помочь пообщаться. Найти друзей. Вообще без проблем. Телеграм, ВК. Все у нас есть. Остаемся на связи. Я вам желаю отличных ПВП сражений. Приходите кстати ко мне в КПшку. 700 ГС плюс. На осады ходим почти каждый день. В общем если что пишите в Дискорде. Всех обнял. До встречи в следующем видео. Пока пока.